Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысель. Инфопресс Отдавать лавры первенства в чем-либо не в правилах и уж тем более не в интересах Единой России. Как пишет газета «Авиатский наблюдатель», партийцы и их сторонники после акции блогеров решили доказать всем, что они лучше всех в деле уборки мусора. У них, к примеру, на субботник собралось больше 50 человек, всем выдали футболки, кепки, значки, наклейки, символи акции «Сделаем вместе». Данный структаж по технике безопасности, выдали инвентарь, начали уборку парка. В результате Единой России собрала на своем субботнике более 15 кубометров мусора и использовала более 100 пакетов под него, в то время как подобные акции без протекции единородцев едва ли набирали 10 мусорных мешков. И такая наращитая апелляция к статистике даже в деле приборки на улице больше пугает, чем вызывают уважение. Все-таки добро сложно посчитать. Инфопресс Между тем депутаты ЗАГСобрания разобрались со своими музыкальными предпочтениями. Как пишет газета «Кировская правда», при формировании бюджета на следующий год народные избранники намерены выходить с предложением учесть средства на возведение памятника Федору Шаляпину. Как заявила вице-спикер ЗАГСобрания Марина Сазонтова, депутаты с уважением относятся к идее установить в Кирове памятник Виктору Цою. Однако на сегодня в приоритете обращение членов шаляпинского общества об увековечивании памятника великого советского мужика, как он сам себя называл. Да и правда, памятник Цою может стать хоть и несерьезной, но ненужной сейчас проблемой, учитывая одиозность ныне его фигуры с хотелками перемен. Инфопресс От Никиты Белых поручительство за Леонида Ковязина и Кировского пленника Болотной так и не дождались. Однако на этом либерально настроенные политики и кандидаты на эту роль отнюдь не закончились. Как пишет газета «Бизнес новости», теперь за внештатного журналиста «Вятского наблюдателя» вступились художественный руководитель театра на Спасской советник губернатора Никиты Белых, Борис Павлович и драматург Мария Ботева, которые просят за него поручительство у депутата Слободской районной думы миллиардера Александра Лебедева. В своем письме они рассказали Александру Евгеньевичу историю задержания корреспондента и сообщили, что сейчас он находится в следственном изоляторе, где холодно. Однако просят далеко не одеял и теплых свитеров, а подписать его на принадлежащие Лебедеву новую газету и Индепендент. А это уж точно должно растопить сердце миллиардера и либерала. Инфопресс Казалось бы, по вопросу переименования улиц, каких только рабочих групп уже не созданы. А вот, как оказалось, в общественной палате таковой и не было вовсе. На днях общественники общались на эту тему с самыми, пожалуй, последнее время активными противниками возвращения исторических названий представителями движения «Суть времени». После чего в своем титере секретарь общественной палаты Кировской области Тахир Мамедов сообщил, что прозвучали действительно интересные предложения. На вопрос пользователей, какие, он ответил, что озвучит их позже, потому как тема уж очень взрывоопасная. Правда, вот грамотных саперов не нашлось до сих пор. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс Инфопресс